Речь пойдет, как вы догадываетесь, о так называемом постопустном искусстве, или как его еще назвали вскоре, искусство концептуальное. Его еще называют новым дадаизмом, что вполне, на мой взгляд, не лишено оснований. И что такое концептуализм, мы знаем все. И мне приходится в последнее время читать уже не только монографии статьи, но диссертации, даже докторскую, где речь идет о концептуализме. Но при этом, конечно, большинство, 99% не дает определения, что это такое. А сразу рассуждают об этом как о чем-то уже само собой разумеющемся. Я скажу как бы попроще, минуя положение, теоретические положения определения, дефиниции и полемику в науке, попытаюсь объединить, обнажить суть этого явления, но как бы с точки зрения потребителей, с точки зрения публики. Ну, разновидность неодадаизма – это так называемый флюксус, арт, флюксус движения 60-х годов, 70-х и где-то начало до середины 80-х годов. Все эти движения, в общем, начиная с дадаизма и заканчивая концептуализм новыми формами концептуализма начала 21 века, по своей сути, по процедуре, мало чем отличаются. И поэтому я-то хочу заострить вопрос не на этом. Хотя те авторы, которые об этом писали, меня, как правило, не то что восхищают, но вызывают у меня такое безоговорочное, в общем, одобрение, уважение. Ну, это Бирюков, потом Екатерина Александровна Бобринская из Института искусствознания и автор докторской диссертации, недавно написанной, правда, она еще не утверждена, Леонид Александрович Меншиков из Петербурга. Жанрово-стилевые особенности, акционистских практик, флюксус движений в неоавангарде 60-х, 70-х годов. Ну, это такое американское движение. И определение концептуализма давали еще американские авторы, начиная с где-то 67-го года, скажем. И все примерно пишут сходные вещи примерно одно и то же, что в основе концептуализма это некая остроумная идея, авторская идея, а то, как она будет воплощаться, ее материал может быть любой. Или, грубо говоря, где угодно, значит, можно взять, если это пластические искусства, с любой свалки. И дело не в том, как выглядит сам материал, товарный у него вид или нет, а дело в том, какая заложена такая взрывчатая и важная идея под этим обличием. Да, то есть, суть такая, значит, произведения нет. То есть, нет отсюда названия постопусные, постобжект, арт. Значит, нет техники, ну, от техны, от родового смысла этого слова, то есть, нет выучки, то есть, нет тродирования от учителя, от профессора к ученикам, и постижения ремесла, так сказать, восходящего. Нет структурированного нарратива, выделка запрещена, и вообще она не нужна, и не нужен даже художник. То есть, это произведение может, если это там ready-made, как там Дюшан говорил, что это может существовать само по себе, и художник не важен, создатель. Что есть? Есть, значит, оригинальный замысел, как выстрел, есть такая взрывная идея, изюминка, есть посыл к осмыслению. То есть, публика должна вдохновиться осмыслять, она должна быть заражена этим. Сам материальный объект публика не рассматривает, а обдумывает. Такой объект лишь провокатор, возбудитель мысли, как интеллектуальный нашатырь, я бы так сказал, или как курок для выстрела. Главное, значит, главное уточнение в чем, значит, есть не просто замысел, а, что самое главное, вот об этом мало кто пишет. Ну, как-то пишут, но не говорят. А замысел уникальный, единичный, одноразовый замысел. Единичная взрывная идея. Непременно одноразовый, единичный, одноразовый посыл к осмыслению. То есть, если человек будет, значит, все единично, поскольку невозможно традирование. Нельзя концепцию, если она уже выстрелила, передать ученику. Удел учеников и последователей создать свою одноразовую идею без кровной связи с идеей учителя. Иначе получается эстетический инцест. Я бы так сказал. Ну, вот скажем, тут вот Сергей Алексеевич приводил в своем докладе пример, значит, фонтан. Фонтан Дюшана, это 1917 год. То есть, это писсуар, но только та плоскость, которая прикрепляется к стенке, она просто положена вниз. Вот, то есть, так называемый. Ну, это об этом все знают, и даже интернетные завсегдаты все это прекрасно знают. Все это написано, что вот это ready-made, и здесь не надо ничего добавлять, выделывать. Он просто написал один из своих псевдонимов здесь. У него же есть и псевдоним еще, там, женский, Розе Селави. И, вот, как бы это созвучно французскому выражению, Роз, это такова жизнь в Розе и так далее. Роз, Роз. Вот, и тем более, значит, если, скажем, у Дюшана есть ученик, который, да, почему он купил, там, в одном, все сообщаются, в каком магазине купил, какая фирма изготовила. И если есть у него, допустим, какой-нибудь ученик, который в другом магазине другой фирмы купит, ну, допустим, не писсуар, а унитаз, и, по-моему, ну, естественно, это будет просто добавлением второй вишенки к уже готовому торту. Это уже не, значит, это запрещено в концептуальном искусстве. Получается, ну, я не скажу, что плагиат, а получается такой холостой повтор, за который не будут платить, скажем, за вот этот писсуар заплатили 3 миллиона 600 тысяч долларов. Вопрос. За другую ради-мейт вещь Дюшана заплатили 630 фунтов. Если придет какой-нибудь бомж, найдет, придет в галерею, его не пустят, хотя чисто антологически, фактически, ведь он делал то же самое, это как бы, процедура ничем не отличается от того, что делал Дюшан. Значит, что еще нужно для концептуального искусства, чтобы его не считали чем-то непрофессиональным? Здесь отсутствует главный признак профессионализма. Главный признак профессионализма – это деление на творца и публику. Например, в фольклоре этого нет, там все творцы, в связи, вот. А раз здесь этого нет, то есть любой человек может принести, значит, антологически и чисто логически получается, что любой человек может это принести. Значит, должно быть еще какое-то условие. Почему так не происходит? Понятно, что для этого должен быть у творца, у инициатора вот такой акции должен быть репутационный шлейф. Некоторый репутационный задел и репутационный багаж. Есть очень много выдающихся мастеров, кстати, очень таких известных, главным таких, как, скажем, композитор, как, допустим, Иван Соколов, Владимир Мартынов, Виктор Якимовский. Они могут себе позволить, скажем, устроить акцию, как, скажем, там, «Лебединая песня номер 3» у Виктора Якимовского, где вот он просто читает там свой текст, выходит, где там нет, собственно, партитуры. Он себе может позволить, поскольку у него есть вот этот репутационный задел. И все, и ценность в культуре, его наследие, того, что он сделал, она уже заявлена. Значит, это одно условие. Другое дело, что если выходит человек, который хочет показать только концептуальную акцию, а заявлено у него нечто иное, нечто, ну, обычное. Допустим, он прикладной художник средней руки, но стал очень остроумно выкладывать идеи. Да, это называется туалет, туалет в углу. То есть не унитаз, а дверь в туалет. Одна очень известная, директриса очень известной Московской галереи, когда объявляла по новостям телевизионным выставку Ильи Кабакова, она так, ну, очень элегантно, приветливо все об этом рассказывала, и вдруг так в голосе у нее такая тонация железная, она сказала, вот это великий художник, такое впечатление, что она хочет, ну, кем-то скомандовать. И великий именно на основании того, что там выставлено. Ну, ладно, сейчас пока примем ее утверждение, мы к нему еще вернемся. А я хочу показать некоторые образцы вот этих настоящих тортов с первыми вишенками, не с другими, ни второй, ни третий. Это в свое время нашумевшее в Париже с 1882 года объединение поэтов, художников, музыкантов всех, которое называлось «Непоследовательное искусство». Первая выставка была в квартире у инициатора, вторая, она имела бешеный успех, квартиру чуть не разорвали, поэтому потом пошла уже в галереи по входным билетам, и специально вот здесь написано, сразу крупными буквами, что все идет в пользу парижских бедняков. То есть беднякам всю выручку от продажи билетов и, может быть, даже экспонатов пускали на... отдавали нуждающимся. Они, ну, как бы себе не брали. Так, это... Венюс де Милло. Значит, Милло, это тысячи вод, но в Уганде это совпадает с названием Венюс де Милло, то есть Венера Миловская. Значит, Миловская, но в то же время Милло, это она рекламирует тысячи образцов различных вод, водичку в бутылочках. Так, далее. Муж Венеры Миловской. Вот он с бородой и с усами. Это та же группа, это я скопировал из каталога выставки. Я не буду говорить, имена авторов они нам сейчас ничего не дадут. Значит, это Венера, муж Венеры Миловской. Дальше. Курящая Джоконда. Это знаменитый, говорит, турист Сапек. Вот, значит, Венера Миловская с усами и курящая Джоконда. Остался один шаг до второй вишенки, до Джоконды с усами, которую подрисовал Дюшан. Он прекрасно знал все эти журналы и все эти выставки. Ну, как сказать, он был еще совсем молодой, когда эти выставки прекратились, но было еще очень много разговоров в Париже. И он об этом наследии искусства непоследовательных прекрасно знал, все они еще были живы. Вот. И он, конечно, не в пользу бедных, а эта репродукция с подрисованными усами стоит, как я уже сказал, 630 тысяч фунтов. Вот. Но, повторяю, если это концептуальное искусство, но оно же, ну, некоторым образом идет некое вот такое повторение. И главный признак, родовой признак, это концептуальное искусство, это его уникальность, первородность, единичность, одноразовость. Если этого нет, ну тогда, извините, о чем говорить? О чем говорить? Потому что если... Тогда нужно что-нибудь другое. Тогда нужно мастерство, школа, так сказать, высокие образцы, создание высоких образцов, высокое произведение. Тогда переключайся вот на сферу совершенно иную. Вот. Или, например, вот из той же выставки 1880-х годов Поль Бийо, он был популярный опереточный либритист, но в то же время вот он нарисовал это, значит, памятник на могиле торговца женским бельем. И вот он здесь много, то есть это такой конгломерат объектов на одной картине, конгломерат объектов с надписями, с различными. Кстати, это тот самый Поль Бийо, который там же на первой выставке непосредственно в 1882 году выставил свой черный холст под названием «Драка негров ночью в подвале». Это тот самый Поль Бийо. Вот. Он этим тоже прославился, и это тоже публика валом повалила. Это другой автор, значит, Альфред Лепетти. Вот эта его композиция называется «Реликвии». Вот. Хотя сами непоследовательные утверждали, что у них нет никакого особого принципа. Кстати, потом, через 16 лет, когда появится искусство, когда появится движение дадаизма, они будут говорить точь-в-точь, слово-в-слово то же самое. Они говорят, скажем, у Ханса Арпа на манифесте, что мы против всяких принципов и против манифестов. У нас нет никакого принципа, ничего. А непоследовательное искусство представители в 19 веке говорили о том, что, допустим, рисунок, выполненный человеком, не умеющим рисовать, вот это и есть настоящее непоследовательное искусство. Итак, значит, каталог, ну, кратко объясню. Реликвия, значит, содержание. Вот здесь, что здесь, надпись я переведу. Вот ключ слева, сверху. Один из ключей от рая, а именно ключ от черного входа в рай. Другой ключ, ключ от чистилища. Далее, чуть ниже, Ноев ковчег. Вот это дальше, паук, самка, обнаруженный на потолке церкви Святого Игнатия в Париже. Дальше апельсиновая кожура, об которой споткнулась Мария Магдалина. Когда-то дальше зуб и три волоска из того самого, из хвоста того самого ослива, который вез Святую Деву в Египет. Дальше гребень Святого Лапра, но это католический, юродивый монах в XVIII веке. Ну и так далее, и так далее. То есть очень много всего такого, значит, интересного здесь обозначено. Ну, вот такие композиции этого, это еще далеко не все находки, которые они проставили. А это один из деятелей, даже основатель, флюксус движения в Америке. Это 1960-е годы, Джордж Мачунас. Флюксус-комплект для кражи со взломом. Вот здесь он объясняет, где что. И так далее. Чуть позже, начало 70-х годов. Илья Кабаков, уже знакомый вам. Здесь то же самое идет. Называется это «Жизнь мух». И вот дальше идут в разных изображениях мухи с различными пояснениями. Это тоже как бы в виде добавления новой вишенки. Нужна она или нет к прежним показаниям. Ну, можно еще показать там. Вот, номер одиннадцать. Это тоже Кабаков. Здесь как бы в пространстве летает некая муха. А здесь разные трактовки. Там Елена Петровна Соболь. Говорит, это небо. Это озеро. Да, другой говорит, это озеро. Третий говорит, это море. Ну, и так далее. Все такие вот подобные. Вот, это называется зубная щетка. То есть, это как бы повтор и тиражирование идеи, которая уже состоялась. Или вот предложение к акции, ну, как бы приглашение к акции. Это называется музыка в фойе. Вот, автор Шарль Обинокль. Это неважно, эти имена нам сейчас неизвестны. Многие в свое время знаменитые карикатуристы. Вот, здесь некая, то ли, да, по-моему, неопределенного пола человек, по-моему, дама сидит обнаженная. Это у нее не противогаз. У нас тогда еще, в 1889 году, противогазов еще не знали. Это значит труба. Это, видимо, нечто вроде меха-волынки на голове. Ну, что-то в этом роде. То ли это изображение акции, которая реально состоялась у них во время вот этих самых галерей искусственно-непоследовательных, то ли это, как бы, проект такой акции, но проекты тоже существуют. Я знаю, что, скажем, на примере концептуалистов, это муж и жена Герловина, они сейчас живут в Америке. И Римма Герловина показывала мне. Ну, во-первых, у них была еще одна такая акция дома, правда, в советское время. Дома. Они очень товарный вид. Они изготовили очень аккуратную клетку, которая была очень аккуратно, красиво, основательно сделана Валерием Герловином. И они обнаженные, муж и жена сидели внутри клетки. И корреспонденты западных изданий их со всех сторон фотографировали. То есть, как бы, это вот символ, ну, это легко понять, да, такой символ. Вот они, как бы, не дают концептуалистам развернуться. Понятно, так оно и было. И, в общем, такой символ. А, это у нас 1843 год. Знаменитый гравер Берталь. Это одна из выставок. Очень популярный жанр тогда в Париже. И на чем вот этот неосознанный концептуализм, этого слова еще не знали в конце 19 века. Но у них была своя традиция. Такого, я даже не знаю, есть ли прецеденты в других культурах. Они устроили очень такие мощные, организованные, дорогостоящие. Такие антивыставки. То есть, выставки, где полотна, написанные, как правило, маслом, с дорогими рамами выставлялись. Но они все являлись пародиями на каких-либо известных популярных художников. И вот эти пародийные выставки или антивыставки все там таким образом выстраивались. Это гравер Берталь на салоне 1843 года. Вид ля Хога. Ночной эффект. Но он был не оригинален. Еще в 17 веке знаменитый, в свое время английский мистик Роберт Флапп. В своей книге, он такой был, по-моему, геретик, такой мистик, и он пытался изобразить хаос, который был до творения. У него целая страница тоже была раскрашена в черный цвет. И здесь примерно то же самое. В 18 веке, если взять книгу Лоренса Стерна, «Жизнь и мнение», то три старома Шенди, джентльмена. И вот у него после сцены у кладиши бедный Йорик, который только не может из могилы чувствовать, как все ему сочувствуют, поклоняют. Это, видимо, то, что он видит из могилы, и больше ничего. Это черная композиция. Но вот эти все примеры, на самом деле их очень много. И они все приведены в монографии Анны Гросков, «The Künstler in der Karikatur». Это недавно где-то в 2016-2017 опубликовано. И там вся история вот этих монохромных черных полотен. Начиная с 17 века, все это она приводит. Вот поэтому один из вариантов картины, уже упоминавшегося здесь Малевича, это, в общем, лишь такой добавочек ко всему тому, что уже было в истории. Да, конечно, Малевич сделал замечательную вещь. Он сплющил все эти прямоугольники до квадрата. И очень интересно читать стиль вообще его текстов об искусстве. Он был выдающийся, конечно, теоретик. И там потрясающий лаконизм. Это как своего рода Веберн в искусствоведческой литературе. Он пишет, что вот эта точка должна идти сюда, потом линия сюда. И очень, как некая инструкция. Естественно, на выставках этих я вам не показываю картину Поля Биё, о которой я упоминал, поскольку она не была сфотографирована, она не сохранилась. В 1982 год. Там это знаменитая драка негров в подвале. И это успех Поля Биё не давал покоя Альфонсу Алле. Это один из знаменитых сатирических новеллистов французских того времени. И как мы сейчас бы его назвали, в общем, концептуалистом. И он туда же на выставку в 1982 году впервые пришел 16-летний Эрик Сати, который сбежал с севера Франции, с своей родины, в Париж. И там они познакомились с этим Алле, который выяснил, что они жили чуть ли не на одной улице, но знакомы не были. Это потрясающий текст. Я его давно перевел, это я готовлю к публикации. Дело в том, что он пишет, что он увидел эту гениальную картину. Вот он, правда, забыл ее название, и он немножко название переиначил. Он дал этой картине название «Драка негров ночи в пещере». Не в подвале, а в пещере. Но, в общем, особой разницы нет. Я не буду сейчас переводить целиком все эти тексты, только вот приведу пример. Остальные композиции. Вот это уже композиция самого Алле, которая называется «Изумление молодых новобранцев, впервые увидевших лазурь о Средиземноморье». «Сутенеры по возрасту еще зеленые, пьют абсент, лежа на траве». Должен быть как бы такой зеленоватый цвет. Дальше картина. «Возня желтушных рогоносцев с охровой краской». «Кардиналы гипертоники за сбором помидоров на берегу Красного моря». В скобках. «Под воздействием северного сияния». Дальше. «Хоровод пьяниц в тумане». И, наконец, это вот самая ранняя работа Алле. Это первое причастие бледных девушек с снегопад. И в каталоге он написал «Картина приобретена государством». Точка. «Государство – это я». И дальше, наконец, еще траурный марш. Траурный марш на смерть одного великого глухого человека с предисловием автора. Есть предисловие, мне придется, оно небольшое, я могу огласить, что он очень говорит. Автор этого траурного марша написал свою композицию, вдохновившись мыслью, разделяемой всеми. Мыслью о том, что великая скорбь всегда безмолвна. Пока великая скорбь безмолвствует, исполнители, вместо того, чтобы производить свой пошлый грохот, и тем самым лишать лучший похоронный обряд его благоговейного характера, должны быть заняты одним – считать такты. И вот дальше идет, собственно, траурный марш, который был вывешен, там просто эта партитура была вывешена на выставке 1884 года. Вот этот самый безмолвный марш, ну понятно, да, что я хочу сказать, о каких молчаливых пьесах, которые были созданы где-то чуть ли не полвека спустя, и так далее. Я не хочу сводить свой разговор к тому, что вот этого все уже было, и поэтому какова цена того, что потом было создано в виде пустого повтора. Дело в том, что есть довольно много таких дельных предложений, вот у авторов, особенно у молодых авторов, диссертантов. Я уже цитировал докторскую диссертацию Меншиков, он говорит об антиискусстве и о вне художественных культурных индустриях. То есть, короче говоря, если нельзя предъявлять концептуальному объекту критерии искусствоведческие или аксиологические, ценностные, почему это ценно, то их нужно как-то по-другому назвать. Слово антиискусство как бы уже занято, потому что в советскую эпоху там кризис безобразия, и что все это загнивание западной культуры, и все это было уже занято, использовано и забито, и потом этот термин скомпрометирован. На мой взгляд, лучше говорить о философии искусства, выражаемой не вербально, а с помощью действий. Ну, равно тому, как, скажем, для великих режиссеров, как Жан Кокто, вот эти якобы абсурдные вещи, которые происходят в таком экспериментальном театре, якобы, ну, скажем, театр абсурд, что тоже неверно понимается, там все действия происходят как режиссерская поэзия, то есть, подобно тому, как поэт из слов слагает высокое стихотворение качественное, то режиссер из действий мезансцен слагает свою поэзию, это особая такая поэзия. Значит, здесь особая философия, которая выражена не словами, положениями, предложениями, фразами и постулатами, а вот с помощью таких действий, которые мы можем, каждый человек из публики может договорить. И, может быть, так, может быть, вот это и спасет, потому что, к сожалению, вот читаешь гениальный автор, вот он почти уже подошел к таким идеям, но потом они начинают искать жанрово-стилистические основы в концептуальных действиях, чего никак нельзя делать, нельзя вот эти критерии автоматически пытаться натянуть на эти объекты, которые не для этого созданы, не для вот таких эстетических и сусловических оценок. И отсюда понятно, что это хорошо поняли коммерсанты. Они стали также изгонять искусствоведов, экспертов и знатоков из сферы выставочного дела. Заметьте, что, обратите внимание, если говорят о современном искусстве, о какой-то выставке или акции, что говорит человек, который сообщает эту новость? Он не использует никаких эпитетов, никаких художественных и сусловических аргументов, ничего. Он говорит только о сумме, сколько заплатили. Это уходит только, значит, в сплошную, как бы, в сферу коммерции. И тогда кто назначает великих? Ну, вот в области среди ранних революционеров искусства, я вот на этом закончу, вот в начале 20-х годов, я знаю, что возглавляли новую революционную художественную школу вместе, скажем, Малевич и Шагал, вот, но у них были кожанки комиссарские, даже у них был мандат и наган в кармане. Причем мандат на право немедленного расстрела на месте. Обычно всем давали такие. Я знаю, я говорил с одной деятельницей кинематографии, очень старой женщины, она тоже была революционной активисткой, она сказала, что она носила кожаную куртку, у нее был наган, и она получала, у нее был мандат на право расстрела на месте, без всякого суда, если человек, значит, она чувствует, что он против революции. Вот, я не говорю, что эти великие художники, естественно, что они эти наган никогда не использовали, Боже упаси, ни Малевич не Шагал, никогда они о политике ничего не говорили, безусловно. Но факт тот, что они были революционные деятели, а потом уже в нашу эпоху уже человек, который связан с коммерцией, с корпорациями, который готовый заплатить, он объявляет, что вот это вот великое. И такое впечатление, когда вот эта мадам, которую я цитировал, не буду называть ее фамилией, которая говорила, что вот учтите, что это великий художник. У меня такое впечатление, что у нее в кармане был некоторый наган. Во всяком случае, по интонациям, по выражению лица, это было очень похоже. И куда нам идти дальше? У меня надежда вот только на талантливых молодых авторов, потому что я наверняка знаю, что они придумают и определения, и критерии ценностей для концептуального искусства, только если не объяснять его с помощью терминологии из той сферы, в которой они не были созданы. Они были созданы для другого, абсолютно нового. Все, спасибо.